Всем привет! Продолжаю снимать распаковки для магазина и в магазин. Сегодня на обзоре, на распаковке довольно необычная вещь. Это неопредовые носки, забродные носки. Тут я уже упаковку вскрыл. Фирма Frogtogs. Это американская фирма, выпускает всякие там непромокаемые костюмы, забродную обувь, вейдерсы. У меня есть вейдерсы этой фирмы мембранные, довольно неплохие. И вот увидел в магазине вот такие неопреновые носки. Решил докупить, прикупить, вдруг пригодятся. Мне довольно неприятно ловить в тонких вейдерсах, потому что у меня мерзнет стопа. То есть сама нога не мерзнет, мерзнет сама стопа. Ну, стельками как-то это решается. Решил попробовать добавить еще один слой неопрена. Возможно, можно обойтись вообще без других носков. То есть надеть на ногу вот такие вот носочки. То есть они выполнены как, ну не знаю, гетерогольфы. То есть довольно высокие. Здесь еще крепление, если была какая-то там петелька. То есть подобная петелька есть на гардах, на вейдерсах. То есть тех резиновых манжетах, которые прикрывают соединение забродных ботинков и нижней части вейдерсах. Здесь тоже это подобная вещь есть. Стопроцентный неопрен, 90% неопрен и нейон. Ну нейоновая это ткань, которая покрывает сам носок. На нижней части нанесены точки такие резиноподобные. То есть они не скользят. Внутри, получается, внутри вейдерсов не должно скользить. В качестве носков, наверное, можно даже в сапогах резиновых использовать в холодное время года. То есть когда, например, в обычных забродниках осенью или ранней весной ноги мерзнут, можно поддеть такие вот подобные им носки. Единственное, не знаю, там, недостаток или просто особенность. В магазине представлен только размер М. На мой 43 размер это прямо впритык. То есть прямо натянуты. Не знаю, насколько будет в них тепло. Потому что вроде бы кажется, что нужно что-то там чуть большего размера. Не будет ли они сдавливать ноги, это я узнаю только при использовании. То есть размер М на 43 размер ноги прямо впритык. То есть учитывайте, если у вас больше размер, тогда размер М вам не подойдет. Надо где-то искать следующий размер, но вероятно будет размер L. Внутри покрытие точно такое же. То есть оно вот здесь тканевое покрытие. Дальше идет слой неопрена и еще одно тканевое покрытие. То есть чтобы закрыть неопрен. А так вот я руку засовываю. Видно, что хорошо облегает руку. Ну, соответственно, будет хорошо облегать ногу. Ну, опять же говорю, не забывайте, что размер соответствует где-то в 42-43 максимум. Так. Ну, пожалуй, все, что можно сказать о этих вещах. То есть утепляемся в резиновых сапогах, утепляемся в вейдерсах. Ну, входить в них, в воду, я думаю, смысла нет, потому что изорвется моментально. Хотя подошва как бы есть, но это только, видимо, когда вы переобуваетесь и внутри обуви, чтобы не скользили носки. Потому что сама ткань довольно скользкая. То есть иначе просто сползали бы куда-то ноги или вейдерсы по ногам. А так будет довольно устойчиво ступня зафиксирована с помощью этих вот точек, которые покрывают стопу. Остальное будет плотно облегать ногу. Не знаю, вот куда прикрепить эти крепления, конечно. Посмотрим, будут они мешать или не будут. Может быть, придется убрать их. Может, просто инструкции нет. Не совсем понятно, куда они должны пристегиваться. Всем спасибо, до свидания. Тем, кто смотрел мой обзор, подписывайтесь. Те, кто заинтересовался товарами, обращайтесь в ВЭФ-магазин. До свидания.